На минувшей неделе в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» прошло расширенное заседание совета по спорту при главе Славянского района Романе Сенеговском. Каковы итоги работы отрасли физической культуры в прошедшем году и задачи на 2015, расскажут Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Перед началом заседания глава района Роман Сенеговский вместе со своей командой осмотрел новый центр спортивной подготовки «Олимпиец», открытие которого состоялось в апреле месяце. Начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа рассказал собравшимся, что в строительство нового объекта было вложено 232 миллиона рублей. «Общая площадь 4800, полезная 4500. Имеем беговую дорожку 200 метров, сектор для прыжков в длину тройного прыжка, два сектора для прыжков в шестом, в основном для чего его и строили, гимнастические снаряды. Имеем 60 метров с объектом, шесть дорожек, вон там старый, здесь финиш. Ну и там у нас поролонная яма для будка ботутнистов, где стоит перехватная. Имеем кольца, имеем здесь ставится в середине сектор для толкания ядра, то есть он профессиональный. Всё оборудование профессиональное». А для того, чтобы зрители могли представить все возможности нового спортивного объекта, спортсмены устроили показательные выступления. После чего представители администрации и спортивной общественности района подвели итоги 2014 года, по результатам которого наше муниципальное образование стало лучшим в Краснодарском крае. «Первое место в крае, конечно, это достойно. Ещё раз всем спасибо. И я понимаю, что показателей очень много, таблица она большая. И занять первое место нужно ещё суметь». Развитие массового спорта, вовлечение в занятия физкультурой как можно большего количества жителей – вот главная задача, над которой работали все специалисты отрасли. И стоит отметить, что с этой задачей они справились успешно. 40% наших земляков привлечены к занятиям физической культурой. Более 7,5 тысяч детей посещают спортивные школы Славинского района. Сельские поселения принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях. «По итогам 2014 года, по основам спортивно-массовой работы внутри поселения, это участие в районных мероприятиях, сдача отчётной документации, лучшими являются Славинское городское поселение, Анастасиевское поселение, Протокское, Коржевское, Петровское. На среднем уровне поставлена работа во всех основных поселениях». Начало 2015 года стало насыщенным на спортивные события. Впервые в Славинском районе прошло первенство России по баскетболу среди юношей 2000 года рождения. Проведены соревнования по лёгкой атлетике седьмой летней спартакиады учащихся кубани. Четвёртый тур клубного чемпионата России по настольному теннису среди женских команд. Краевые соревнования по спортивным танцам «Славянский вальс». Уже с начала этого года нашими спортсменами на соревнованиях муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней было завоёвано 462 медали. «Мы в целом всем довольны результатами, которые вы достигли в 2014 году. Я надеюсь, что в 2015 году у нас результаты будут не хуже». Завершился совет по спорту чествованием спортсменов и тренеров, которые принесли неоднократные победы Славянскому району. Среди них чемпион Европы по гиревому спорту Дмитрий Немыкин. Ему и присвоили почётное звание «Спортсмен года 2015». «У меня отец занимался спортом, брат всегда. Я уже в классе в девятом, ну я до этого занимался там волейбол, баскетбол. Уже в девятом классе решил заняться профессиональным спортом. Пришёл в Олимп, мне предложили гиревой спорт. Вот я решил, попробовал, мне понравилось и решил заниматься им». Тренером года был признан наставник Дмитрия Александр Рогоза. «Не ожидал, но шли к этому. У нас градации Россия, Европа, мир. Мы шли к этому постепенно. Нам не важно, что там попасть в десятку лучше. Нам было важно попасть на чемпионат Европы, чемпионат мира попасть. Это самое основное». Также были отмечены призёры и победители районной спартакиады, футбольного первенства, лучшие спортсмены и их наставники, учителя физкультуры, все те, кто прославляет свою малую родину на спортивном Олимпе. Но нельзя останавливаться на достигнутом. До конца года ещё много работы, а значит, будут новые вехи в развитии спорта в Славянском районе. Надежда Неткочева, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова